Всем привет! Салам алейкум! Шалом! И так далее и тому подобное. Рассказывайте, как идет ваша жизнь. Пришли ли вы в себя? Добрый вечер! Первым делом кончится сразу же тысячу, тысячу, миллионы, миллиарды слов поддержки моим белорусским братьям и сестрам. Я с вами, моя любовь, мое сердце бьется так с вас. Вот, потом также хочу сказать, чтобы вы уебки в Башкирии не трогали шаханы, иначе я приеду и буду пизда вам всем. Вот. Так. Давайте пообщаемся. О жизни. Живи Беларусь. Факт. Дела хорошо, как у тебя. Привет. 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 А? Меня слышно? Да. Вау. Здорово, мужик. А шо ты как сам? А шо я сам? Кривешь. Ничего не плохо, а ты как? А? А? Отсюда нормально. Нормально? По кайфу? Залитаю что-то. Ну да. Интернет. Интернет все еще дерьмо. Да-да-да. Чо, а ты откуда вообще, друг? Из страны соседней. Насколько соседней? Ну вот, ты недавно упоминал ее. А, из Беларуси? Да. А из какого города? Ну, такой, позор, малоизвестный. Не будем знать. А, думаешь? Ну, как называется? Столин. А, натуре, не знаю. Не буду врать. Чо, в маленьких городах, наверное, нет движений такого, как большого? Больших? Ну, там особо нет. Никто особо не ходит, да? Да-да. Чо, какие новости вообще в Беларуси? Че там происходит? Я не особо следил. Ну, тут... Даже не знаю, что сказать. Миссинг. Ты не знаешь. Че-че? Митинги. Митинги, ну да. Ну да. Ну, дай бог, кто-то поднимается, наконец-то. Пора бы уже. Но, конечно, не мне говорить. В нашей стране тоже все весело. Вот. Пенсионеры Гэнк. Такие пироги. Ну, как вообще дела-то, братан? Чем вообще позади? В колледже учусь я. Че за колледж? Там такой. Такой. Ну, понятно. Ну, ладно, давай, я пойду. Да, давай, удачи. Да? Удачи. Какой прикольный типов. Привет. Привет. Очень странно. Все нормально. Все очень хорошо. Кто-то сказал странно. Да, я сказала странно, потому что, не знаю, я заходила в эфиры только, не знаю, Джареду Лето пару раз, и все, и мне никогда в жизни никто не кинемал, естественно. Джареду Лето тоже подавал заявку. Да, несколько раз была на эфире, поэтому... Ну, Джаред Лето здесь. Мирового масштаба. Поэтому это неудивительно. Это тоже, ну. Какой находишься в стране? Я в Киеве нахожусь. А, в Киев. Люблю Украину. Че там в Украине, как дела? В целом, все нормально. Я в нас покойнее, чем в Беларуси, и так далее. Все хорошо, в целом. Никаких проблем. Очень хочется приехать в Украину, дать концерты. Да, я помню, у тебя вроде как в Киеве должен был быть в сентябре концерт, по-моему. В этом году? Да, да. Но это анонс был где-то еще в феврале или что-то такое. Да, да, был. Должен был быть. И в других городах Украины, в которых я не был, тоже должен был быть. Но коронавирус, короче, всем нам пришел. Ничего страшного. Да, я только была на концерте, потому что мне очень понравилось. Да, последний Киевский концерт, который... Что, еще раз? Последний Киевский концерт, который... Да, да, это было в прошлом апреле, если я не ошибаюсь. Ага. Так, в прошлом апреле. Такой был мини-тур. Да, это было классно. Спасибо. Я рад, если тебе понравился концерт. Спасибо тебе. Я стараюсь, что ласка будет. Для всех наших. Ну ладно, я пойду. Спасибо за общение. Пока. Пока. Интересный факт. Потому что я... Ничего так красиво. Так. Здорово. Бля, я сбыл. Че, кого? Здорово. А? Че, где находишься? Алло. В Мурманске. В Минске? В Мурманске. В Мурманске? О, круто. В Мурманске тоже прикольно. Я там был очень-очень жестко. Да, в декабре я помню, да, был взъезд. В Мурманске был полный пиздец, короче. Клуб очень-очень жесткий. Какой-то лютый клубешник я в ахуе был. Там... Я не знаю, там был ты или там твои знакомые. Я был-был-был, да. Ты был. Пиздец. Короче, я выступаю все охуенно. Ну, прям Мурманск вообще жестко разъемовал. Я выступаю бам-бам-бам, короче. Хуякся. И просто звука нет, света нет, ничего, короче, нет. Я такой-то не знаю, что это такое вообще. А там организатор еще какой-то дурачок. Да-да-да, организатор фиговый был. Да, с Петрозаводска. И он в Петрозаводске там сидит и вообще ничего не выкупает. Такой, типа, вообще не в курсе ничего. Хотя, ну, заранее там все оговаривали. То, что надо такие-то, такие-то, такие-то условия, что, короче, все работало, свет-двух работало. В итоге проводка, короче, не выдержала. Да-да. Я, короче, начинаю дальше выступать, не помню, что типа то второй раз опять под конец бахнуло, короче. Да-да-да. Просто конченный какой-то клуб. Ну, ничего. Не знаю, надеюсь... Ну, что со звуком, помню, со звуком были проблемы. Да, надеюсь, Муромске будет когда-нибудь нормально подняться, потому что это просто трешняк. Город-то нормальный, типа. Да, да. Охуел, знаешь, ничего, от того, что я когда приехал, было 12 часов дня, было темно, пиздет. Да-да-да. Да, кстати, я еще потом, кстати, после концерта поехал до этого, какого, до отеля, ну, чтобы с тобой как-то попробовать увидеться, но не получилось, что мне как-то нуло. А я не знаю, может, я не в этом отеле жил. Я не помню. Ну, в отеле Арктика, Арктика. Не знаю, я не помню, братан, в каком жил. Ну, он такой, знаешь, большой, белый, знаешь, по си центру. Ну, может быть, там какой-то торговый центр был рядом, по-моему. Да, ну, я понял, да, это тот отель был. Ну, наверное, он, наверное, он. Там организация была на высшем уровне. Там сразу мы только заехали в отель, там, знаешь, ну, вот у нас есть иногда такие ситуации, когда ты приезжаешь в отель, короче, заебался, пиздец. У тебя был концерт, время 8 утра. Ты заходишь, короче, в отель, и на ресепшене тебе говорит чувак, типа, который стоит, мол, сейчас, короче, надо будет еще час посидеть здесь, нахуй, в лобби, подождать, потому что ваш организатор... Да, ну, у нас бывает такая фигня, да. ...потка и что-то, и, короче, ты такой сидишь, блядь, как у меня, ну, очень радостный. Час еще, короче, в лобби, ну и в итоге все называется. До свидания, блядь, приплыли, вот такие прайки. В чем-то вообще занимаешься по жизни, лучшийся? Да, да, я в колледж поступил. А тебе сколько лет? 16. Вау, трассаж, круто, молодая школа. Да, да, я тебя давно слушаю, вообще, вот как бургер, стартанулся. Еще 17-й год. Последний, да? Это называется, короче... Вторая волна Олдов. Первая волна Олдов, это с самого начала, вторая волна Олдов, это то, что слушай 17-го годы. А у тебя вообще как дела? Как с Марьяной? У меня все круто, что по кайфу. Марьяна у нас все отлично. Вот, Середка, твоими молитвами, спасибо за интерес. Нет, вот, кстати, вот, после концерта вообще, прям, на репите все треки, вот, и из альбома 12-го, прям, вообще, все на репите были. От души, братан. Я думаю, что... Я, в общем, на неделю забухал с этими треками, вообще офигенно. Это че-то... Ладно, рад видеть, Том. Увидимся. Давай, давай. А, слушай, а когда будет, когда будет тур, по-моему, там вообще, когда тур начнется? Когда тур начнется? Да, не знаешь? Слушай, я не знаю, на самом деле. Сейчас с короной все сложно, я думаю, в следующем году будет. Все хотят делать осенью концерты, но я очень сомневаюсь, что будет осенью что-то. Потому что, как бы, вроде все живут, говорят, что Собянин отменил коронавирус. Ну, шутка такая у нас есть. Потому что это смешно, что, типа, коронавирус был, и коронавируса нет. И все живут как раз. Вот, но, как сказать, все хотят осенью делать концерты, но мне кажется, что даже несмотря на то, что коронавирус был, концертов все равно осенью не будет. Потому что, ну, массовые мероприятия, все собираться, ну, по крайней мере, даже если они будут, они не будут. И в котором были вот, ну, этой осенью, да. Нормальный, полноценный концерт, где люди друг с другом пляшут, танцуют и так далее. То есть это, может, будет какая-то, не знаю, там, как вот паста, взрывал недавно, автосветянка какая-то, типа, люди хуяк стоят, смотрят, что круто. Каждый в машине. Ну, кстати, в Англии, вот, я видел, придумали такую структу, что там, как бы, как столики поставили, огородили какой-то у нее, типа, полтора метра расстояния от каждого. И сесть и гляд, типа, в ресторане, знаешь, ну, хуйня это все какая-то. Охота нормальный концерт, вот, как в Мурманске, вот. То есть нормально люди все месяца и поют, и танцуют, и я тоже. Главное, только, чтобы с проводкой проблем не было, у меня сейчас все круто. Понятно. Ладно, удачи себе. Там, если за Мурманск-то пей, если... Тебе тоже удачи, Гром. Давай. Спасибо большое. Давай. Слушайте. Привет-привет-привет. 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 Привет. Криво. Шейтер-раз. Привет. Молодь. Еще раз. Соломовый. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Типа я хочу реализовывать себя, свою душу, свой разум, свою музыку, заниматься этим. Я не хочу заниматься тем, чтобы оправдывать чьи-то ожидания, навязанные какими-то бумажными мечтами. О том, что у всех должна быть машина, у всех должна быть квартира и так далее. У всех должна быть семья, у всех должно быть то, у всех должно быть это, это и так далее. Материальные и нематериальные вещи без разницы. Я считаю, что каждый человек должен жить так, как он хочет жить. есть там и все как сказать ну примеру если ты хочешь себе красивое тело ты его должен делать для того что ты хочешь себе красивое тело ты его должен делать это нужно было тебе для чего-то пример того чтобы ты сам был сильный или там тебе ты сам нравился для своего собственного кайфа а не для того чтобы кто-то сказал типа охуеть ты красивый там сильный и так далее тому подобное потому что тогда ты сразу проигрываешь и ставишься в роль проигравшего ты становишься человеком который даёт волю дает силу над собой другим людям ты лезешь что от тебя не зависит и ты сразу начинаешь проигрывать типа когда ты хочешь чтобы тебя любили когда ты хочешь чтобы она тебя смотрели на тебя дрочили еще что-то это то что от тел не зависит ты можешь расшибиться лишения искать она не будем эту делать и ложки ходе делать я не буду это делать любом случае ты сразу, когда ты занимаешься тем, что от тебя не зависит, когда ты хочешь то, что от тебя не зависит, ты сразу проигрываешь. Ты должен жить для себя. Не для других людей. А машину в основном покупают рейтеры, к примеру, для того, чтобы других людей потешить. Типа, смотрите, у меня охуенная тачка. Вот. И чтоб другие люди сказали. Круто добился. А мне похуй. Типа на мнение других людей абсолютно. Я живу для себя. Для того, что как мне нравится. Как мне заебись. Езжу я на такси. Причем не на бизнес такси. Потому что мне до пизды. Вопрос. Вы самокритичны? Да, достаточно. Новый трек скоро. Привет. Здорово. Как дела? Четко, у тебя как? Отлично, супер. Да, че? Че, ты как вообще? Я по кайфу. Ты сказал, что ты зачитаешь рэп на английском, и это меня заинтересует. Давай, погна. Давай. Сейчас. Привет, НМИ Чапа. А, это чапа, я не скрываю Как, вообще, нормально? Да не, нормально, слушай, неплохо Вообще, акцент лучше, чем у меня Я, знаешь, как хуёво разговариваю Подхожу там, где-нибудь В Таиланде говорю там, блядь Give me a drink, please Нахуй Да и английский это с детства Чего ты экзамены только сдал? Братья, хуяся А ты где живёшь так английский, знаешь? Ну, я живу в России, но У меня брат в Штатах живёт Такое Нифига Ты богатый, малый, наверное, или как? Да нет, обычный А чё, как у тебя брат там оказал? Учиться поехал туда В университет Круто, я никогда не был в Штатах Очень хочу Будет возможность нормально ездить Сразу же Потому что мне кажется, что Как это так? Я, рэпера, не был до сих пор в Америке Как говорят Надо Ну надо, да, Нью-Йорк Первый город Чисто А, ты в Атланте ходишь? Вот Блин, чё-то вообще связь про... Да, всё плохо Ладно, давай, братан Я погнал, короче Удачи Удачи тебе Всем удачи Скоро будет мой новый трек Новый клип Новый альбом Новая жизнь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok